Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня я познакомлю вас с прогрессом в строительстве инновационного центра SkyWay в Шардже. На производстве подвижного состава струнного транспорта Юницкого мы снова совершим краткий исторический экскурс в прошлое и обсудим некоторые текущие события. А теперь обо всем этом подробнее. На текущей неделе в инновационном центре SkyWay в Эмирате Шардже осуществлялись следующие виды работ. На анкерных опорах первой линии продолжалась внутренняя отделка, кладка стен и монтаж внутренних коммуникаций. Также началась отделка парапетов и заливка полов. Производились работы по планировке дорог и площадок на территории данного участка. На второй линии осуществлялись устройства промежуточных опор, монтаж металлоконструкции и металлизация путевой структуры. Что касается гостевого дома, то на этом объекте закончены работы по устройству стяжек, началась отделка полов и прокладка коммуникаций. Также здесь продолжалась внутренняя отделка деревянных стен, устройство кровли, выполнялась отмостка по всему периметру экодома, а также его внутреннего двора. Бюро функционально-системного анализа нашей компании провело большую работу по анализу отказов транспортного средства Unilight U4830. В ходе ее выполнения выявлены наиболее вероятные отказы оборудования транспортного средства и оценены их последствия. Для минимизации последствий предложены средства их обнаружения и алгоритмы реагирования, а также определены конструктивные меры повышения структурной надежности данного транспортного средства. Конструкторским бюро бортовые системы управления успешно реализован сервис опроса нескольких метеостанций, позволяющий системе управления транспортным средством осуществлять необходимое резервирование метеоданных в режиме реального времени. Получение и обработка параметров окружающей среды позволят выявлять и прогнозировать чрезвычайные ситуации экологического характера и принимать превентивные меры реагирования. Сотрудники управления подвижного состава закрытого акционерного общества струнной технологии курируют проведение второго этапа испытаний классического токосъема с использованием третьего рельса и анализируют полученные результаты. Данный метод позволяет осуществлять эту операцию максимально эффективно, надежно и безопасно. Параллельно с этим проходят работы по организации токосъема непосредственно с дорожки качения колеса, что в перспективе может оказаться более приемлемым вариантом, в частности, для высокоскоростных транспортных средств. В рамках данной задачи всем конструкторским составом ведется детальная проработка концепции электробезопасности деталей и узлов нового транспортного средства в тропическом исполнении. А сейчас продолжаем нашу новую рубрику «Этот день в истории Skyway». 34 года назад, 29 ноября 1985 года, автор изобретения Анатолий Юницкий получил два авторских свидетельства и описание изобретений к ним, труба из упругого материала и способ ее изготовления, его варианты, а также устройство для измельчения. А ровно три года назад в белорусском экотехнопарке Skyway начались первые ходовые испытания. Юнибайк успешно проехал свои первые километры, после чего наши специалисты приступили к калибровке оборудования с учетом полевых условий. Параллельно с этим проверке была подвергнута и путевая структура. Тестовые запуски проходили под личным контролем генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Юницкого. Уникальное транспортное средство также вызвало интерес выдающихся спортсменов, в частности серебряного призера чемпионата мира по натуральному бодибилдингу Адриана Кармоца, использовавшего юнибайк в качестве тренажерного зала и на личном примере показавшего, как инженерные решения Skyway могут изменить облик мирового транспорта и пассажира будущего. Поехали! А теперь перенесемся в наше время. Хочу напомнить вам о событии в определенной степени касающемся и компании-разработчика технологии Skyway. В связи с успешным развитием группа компаний Skyway объявила о завершении 13 этапа и переходе на этап 14.1, который состоится уже менее чем через неделю, 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому и минскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Также не забывайте, что сегодня черная пятница. Футболки, бутылки, кружки, сумки и многое другое. Абсолютно все товары в интернет-магазине Skyway вас ждут со скидкой до 70%. Поэтому, если вы мечтаете о сувенире с символикой Skyway или о монографии Анатолия Эдуардовича Юницкого, то для этого нет лучшего времени, чем сейчас. Таков традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и ваш вклад в будущее со временем тоже войдет в историю. Строй Skyway, спасай планеты.